Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 373. События дня. Притча 28.9. Написано. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Это взято за эпиграф. Несколько недель буду вставлять все время. Ну, 28 не через двоеточие. Почему? Потому что этот заголовок пойдет на название, там может даже в ролик входит название. И она не пропускает двоеточие. А дальше уже такое идет. Это у нас за 19 декабря 2017 года. Так, Исайя 1.15. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. То есть простирает, простирали руки, руки простирали. Крестного знамения не было. А сегодня для некоторых, где его святые молили, жития святых, женщины по отдельности везде простирали руки. Простирали. И скажи, как открытие какое-то делаю. А где вы видели уже у православных, что вы молились, а общины поднимали руки? Нигде нету. Я куда ни возьму, я везде первый. Почему? На развалинах. У меня конкурентов вообще никогда не было. Считаю, златоусток, когда насчитывал, никого нету. Архипелаг, ГУЛАГ, никого нету. Еще не возьмусь, везде пустота. И прямо аж лопаются от злости. А, вы там сказали о себе. Ну, что я буду говорить? Я поясняю, почему именно так. Если через запятую, это православное, они не понимают. Только через двоеточие. Дальше. Я закрываю от вас очи мои. Простирает руки уже все. Не просто машет рукой, как попало. И когда вы умножаете моление ваше, я не слышу. Ваши руки полны крови. Ну, полны крови, как говорит, я никого не убивал. Вот и считай, из Икииля 3,18. Если ты видел, что брат согрешает, и ты не обличил его, он умрет. Но его кровь, я взыщу себя, кровь. Священники, которые не учат людей, они все кровавые. Они по локоть, по уши. Павел говорит, я чист от крови всех. Ибо не упустил ничего возвестить вам. Павел о себе говорит. А эти вообще люди погибают. Кашпировский, Шумак заряжали это все. Священники сами это все делали. И людей допускают до причастия. Минимум 5 лет отлучения от церкви. Каноны попрали. И тронуть нельзя. Вот что говорят, не судите священники другого. У них мы только одно заложим. Не трожьте нас. Не трожьте нас. У нас бизнес здесь. Там, слышишь, опять священник задавил на машине одного, двоих рабочих. Киллеры. Не только духовные, но и телесные. Так, притча 15,8. Жертва нечестивых мерзость перед Господом. А молитва праведных благоугодна ему. Ну, а как узнать, праведные и неправедные? Вы, говорит, очищены через Слово Мое. Вот представьте себе, люди молятся. А Господь, говорит, уклоняет от слушания закона. То есть от Библии. Не переводили до 1876 года. А молились в храмах. Мерзость. Мерзость. Отклоняли ухо. Не хотели слышать. Что мы, баптисты слушать будем? Мерзавцы. Женщины, которые одеваются в мужскую одежду. Таразаконие 22,5. Мерзость пред Господом. Мерзавки. Мерзавки наполняют храм. А как же в Шотландии мужчины? Мерзавцы. Ну, проставьте все эти точки. Бог запрещает называть чужими именами те вещи, которые мы знаем, как называются. Вор никогда не говорит украл. Он говорит взял. Это я уже и хорошо знаю. Никак. Все везде самооправдание бесовское. Что тут? Потеряю в Калагирстан скрынник. Кого? А ты кто затыкает? Ага. Притч 21,13. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, то ты сам будет вопить и не будет услышан. Вот смотрите, какое дело. От вопля бедного. А также речь идет о праведности. От вопля бедного. Надо расслышать этот стон. Павел расслышал. Приди к нам и помоги. Македонянин сказал. Вопль. Люди не знают Бога. Идите на благовестие православное. Веры православной чистой практически нету. Так выдумки, предрассудки разные. Ну так привыкли так говорить. Это знаете, предание. Это менталитет. То есть разные слова. Конфессия, динаминация. Это все ересь. Заменили слово ересь. И вот я советую всем посмотреть. Вот такой вот здесь. У меня ролик. Не мой ролик. Не мой. Но про наш лагерь. Называется Потеряевка. Лагерь Станк. И вот сюда вот если контрол нажать пальцем. А потом на этой застененькой навести. Вот смотрите. И она откроет его. Где оно? Вот оно. Смотрите, открывает. Сейчас про лагерь. Повторяю, это не наш. Дай больше двух. Не наш. Повторяю, это не наш. И вот здесь я вставил. Посмотрите, сколько. Про лагерь. Вот. На нашем видеоканале, открытым оком. Только про лагерь. 427 видеороликов. О нашем православном детском трудовом лагере станем. Ну мне, пожалуйста, найдите где-то, чтобы лагерь был. И о нем столько было роликов снято. Но это больше их. Это тех, которые я нашел. И что дальше? Климента Анкирского. И дальше что? Здесь выставлены оглавления. Около 275 роликов. Я их нашел. И ссылки. И по порядку идут. Вот они. Вот я провожу. Это все ролики. Вот зайдите на этот отдельный ролик. И от него дальше найдете. Вот смотрите, сколько. Ну, сколько я времени потратил, нашел. Дальше что? Ну дальше опять такое же. Вот откуда идет. Продолжение 2. По первому. Третье. Ну а дальше тут все. А потеряйте, какие были в газетах. Судебные дела. Вот все здесь идет. Посмотрите, сколько я натаскал сюда. Это самый богатый комментарий здесь взятый. Именно сюда. Вот она, показано, как это называется. Посетите этот. Вот она. Потеряевка, Лагерь, Стан. А кто это ставит? Тут написано между. Скрильник. Люди, которые были у нас, они знают. Вот она. Заходите каждый день. Это будет долго стоять. Дальше. Меня судят за некоторые ролики. Недавно я с женой беседовал здесь. Поставил. Ну вот вы все открываете. Вы ее что-то там долбите. Там такое. Нападают. За жену. А что? Права не права не знают. Тут сразу поступило. Вот как надо писать. Слушай. Сергей Игнатов. Тяжко жить со святыми. Но лучше с ними, чем с грешниками. Правильно. Мне тоже нужно научиться воспитывать, воспитывать, как главе семьи, свою жену. Все. Видите, уже польза идет. А из других роликов он может получить, как воспитывать жену? Да нет. Ну кто видел там где-то из... В думе или где-то. Как огня бояться этого? Почему? Потому что табуном. Говорят, у голой женщины. А одна пишет мне. Юлия Б. Мир вам, Игнатий Тихонович. Поздравляю вас всех с Филипповым постом. Слежу за вашей жизнью на вашем канале. Ох как. Подключила к вашим роликам супруга. Но у него все пока неоднозначно по отношению к вам. Ему очень нравятся ролики, как вы общаетесь с вашей супругой. Вот еще раз. Вот пошли теперь ответ. Им нравится. Они видят результат. Дальше. А я учусь у нее терпению. Вот у кого? У Надежды Васильевны. Своему брату тоже ваши ролики показывала. Понравилось ему. Сейчас брат смотрит Душенова. Может через него он придет к православию. Я на это надеюсь. Да, подождите. Если он смотрит Душенова, то к какому православию? К военизированному. Воевать он везде комментирует и проще. Это хороший человек. Можно сказать. Просто хороший. Вот он отсидел даже был. За то, что евреев там хорошо понужал. Пущеглазая, горбоносая, сволочь. Заголовок у него был. Газета была. Ну, освободили его досрочно. Теперь об евреях он ни слова не говорит. Нету. Ну и правильно. Говорить надо только об евреях как? Благословлять. Вот я ему послал книги. Он как освободился. В Санкт-Петербурге живет очень известный человек. Он сразу мне позвонил. Я за него молюсь. Помоги ему, Господи. Сама я Душенова как-то не смотрю. Видела только несколько роликов с ним и его фильм. Игнатий Тихонович, я вам очень благодарна за то, что вы достучались до моего сердца. Дело в том, что раньше я ходил о храм или в субботу вечером, или в воскресенье утром. А сейчас я хожу как положено. Что означает как положено? Как ты понимаешь? Думаю, в субботу и воскресенье. В субботу и воскресенье. Это все благодаря вам. Вот мои где там эти нападают и прочее. Вот понимаете, сколько пользы здесь. Вы утишьтесь и начинаете брать пользу, пока возможность это есть. Стараюсь жить, одеваться, как ваши сестры в общине. На вас-то что смотрите? Проходной двор. Никого не знаете, ни формы, ничего. Без платков, в штанах сидят. Хоть у Осипова, хоть у Ткачева. Я смотрел, который одинаково везде. Дальше. Но есть некоторое сопротивление со стороны родных. Надеюсь, что мы не потеряем друг друга из вида. Простите меня за долгое молчание. Насчет книг я не передумал. Я буду их частями выкупать. Так можно делать? Еще раз спасибо за ваши ролики. Ну, я ответил, можно. Ну, конечно, не по две книги, а разбить хотя бы на три части, на четыре. У нас было так, Волков из Белоруссии получал. Вот. Из Испании получил известие. Кто молился, я книги посылал туда. Вот слушайте, что пишет. С ночью сегодня. Миром, Игнатий Тихонович, книги пришли. Три воскресательных знака. Они пришли в пятницу 16-го. Но только сегодня смогла разобрать с почты и все проверить. Вами было послано 16-го октября, так что они шли ровно два месяца. Благодарю за ваши молитвы. Два месяца шли книги, представь себе. Все в порядке. Книги все 38 целости плюс календарь. Однако в Испанской таможне пакеты были открыты для проверки. Пакеты, наверное. И одна коробка была повреждена. Тоже одна Н хватит и... Да. Повреждена. Ничего, мы сейчас все это выправим. Но с книгами все в порядке. Особенно благодарю за ваши слова, написанные с руки к истинному православию. И для Слова Божия нет уз. Они теперь мне особенно дороги. Она попросила написать там Новый Завет. На Новом Завете я никогда не подписываю. А это книги мои, поэтому я как автор могу написать. Я говорю, католики, ставшие православными, даже могу сказать так. А также передайте благодарность Володе. Ведь он отсылал. Вот он ушел, надо потом сказать ему. В одном выпуске события дня вы предположили, что вы могли подумать, что вы нас обманули и книг не послали, так как столько времени не получали. Вот я сказал, если такое есть где-то, и пройдет время, вот после Нового Года я бы пошел на почту, и не нашли, ну, бывает всякое. То я уже заранее решил выпросить у них какой-то адрес российский, ближай к границе, и бесплатно пошлю полный комплект книг. Как вы могли так приположить? Ни одну долю секунды так не подумали. Долю секунды даже не думали. Вот как, искренне. Спасибо, Христос, за ваши труды. Это невозможно представить, сколько души вы вложили в эти книги, в сайты, в Ютуб. Да, действительно так. Не только время, что я написал книги, когда больше 30 тысяч часов провел за компьютером, но я 50 лет копил этот материал, чтобы ответить-то. В смертельной злобе вокруг меня крутятся, которые они ни один вопрос не могут ответить, а у меня только сохранившийся 4124, они ни на день не могут. Я показываю дальше здесь, патриарх отвечает, Алексей Второй, тогда митрополит Кирилл был, я отдельно его разбираю, Старобряческого. На 60 вопросов примерно 6 правильные. Какой процент? 10 процентов. И да, я привожу, что ему задали вопрос, как он ответил и как надо было. С меня теперь фотографии с книгами. Спасибо, Христос. Вот так. Вот я теперь выставляю все. В Испании. Какой номер? Почтового идентификатора для слежения за передвижением ваших посылок. Вот дальше вот это два пакета и две коробки. Ну, в общей сложности это 31 килограмм. Так, отследить отправление можно на сайте, почта.ру, по номеру почтового идентификатора. Срок предъявления претензий 6 месяцев. Вот. Отправлено 16.10.2016. 28 октября получены два пакета малых. Остальные коробки были получены 19.12.2016. Вот так. Вот посмотрите, как знакомимся. Те, которые нападают, у них ничего нет. Ну, могут ли они послать книги, отвечать на тысячи вопросов? Да нет, конечно. Щетка ясно сказал наш митрополит здесь, когда наш, имеется в виду, Сергий, патриарший Иванников, Алтайской епархии, митрополия. И они тут были нынешне с нашим зарубежным Кириллом, Иларионом Капралом. Он говорит, что завидует, а сами сделать этого не могут. Причина-то только одна. И так это понятно. Вы не завидуете, а начинайте брать, пока есть возможность. Потому что угрожают, сведения доходят, что Ютуб России будет закрыт, как в Казахстане закрыли на прошлой неделе. Дмитрий Греция пишет. Братья и сестры, прошу всех вас прочитать эту короткую, но для всех поучительную историю. Ну-ка. Моя духовная дочь Евгения с 2001 года ходила в сельскую храм в честь Святой Троицы, пела на клиросе. Но после происшедших событий, встречи патриарха с Папой Римским, лжесобор на Крите и тому подобное, засомневалась и перестала посещать храм. После того, как послушала обращение отца Гавриила Кондрашова о нехождении в храм, где поминается патриарх Кирилл. У нее сохранились просфоры с июля по декабрь 2015 года. Евгения решила узнать, можно ли вкушать эти просфоры, если они были розданы прихожанами с литургий, где было поминовение патриарха Кирилла. Сомнение какое. Патриарх и Кирилл произнесли слова, и сразу ни благодати, ни счет, все ушло. Ну какое понятие-то? Прям никакое совсем. Все ладно, и просфоры, и все, и добавлено, что просфоры квасные, хотя все было пресным. Это ничего не знают даже они этого. Но его имя, вчера еще Кирилла, и радовались, а вот он с Папой встречается в Гаване, и что-то щелкнуло в их, и теперь везде от неба этот лазер ударил, просфоры почернели. Вот такое понятие у людей. А патриарх ничего не сделал, кроме того, что уже наделано. Уже все предано католикам давным-давно. Не крестят, полное погружение. Бритые стоят, но это-то видно на глазах. И такое же папство, неприкасаемость. Такие священники, там один папа, а здесь в каждом храме папа одни стоят. Дальше. Так, и был задан вопрос об этом священникам и иеромонаху-отцу Антонию Шляхову. Шляхову или Шляхову? Такого нет. Или Шляхову. Ну, какой он, Антоний Шляхов? Зарядите и посмотрите, кто он такой. Кто? Первое, что у них на первом степени признать, безблагодатность московской патриархии. Ну, а дальше ни с чем заниматься. Это не занимаются ни на благовестие, ни на теперь только подсматривать. То есть это патриарши, такие же они и были, но теперь только что-то там не заладилось, и они это увидели. Пошли они на благовестие, стали собирать, учить людей, занятия проводить. Да ничего этого нету, нету. Там ездит еще Семенов, Авель, я не знаю, кто они, священник, не священник, но монах. И что они там говорят? На вопрос ответил только отец Антоний. Он посоветовал не вкушать эти просворы, а размочить их в воде и отдать птицам. Так и поступили. Размочили в воде и положили в кормушку птицам. Стали наблюдать, что будет. Птицы раньше дружно прилетали к кормушкам поклевать. А тут вдруг совсем перестали подлетать к кормушкам, словно испугались чего. Словно, вот у меня обыкновенные с обеда принесут крошки. Не едят, сегодня не едят. Завтра ничего не ложу, все подряд сметут. Почему голуби на руки садятся где-то? Ну, домашние это приучено. А где-то вот я был на площади, мне прямо на руку садятся, есть надо. У меня с собой карманы забиты семечками. Так они меня со всех сторон облепят. Что? Патриарх тут виноват или нет? И неделю не приближались к кормушкам, где лежали просфоры. Ну, неделю к кормушкам и не знаю, где так уже. Нам пришлось убрать эти кормушки в печь. Насыпали в кормушке простого хлеба крошки. Птички тут как тут. Сразу же прилетели. Евгения ложила размоченные просфоры в кормушку для сорок. Так эти прожорливые птицы не стали их тоже клевать. Ты положи им мясо. Мясо положи. Сразу утащат. И даже свой помет оставили. Прости нас, Господи. Как понятно, что птица помет оставили, а оправляется на просфоры. Понимаете, какие знамения явленные Богом были. У них такое понятие. Прости нас, Господи, грешных. Да. Рассказала раба Божия Евгения в Перевалово-Бурятии, село Курумкан. А то, что сказала, видно, я там молодец. Что на это сказать? Я тут еще вот что хотел показать. Когда пришли эти посылки. Вот. Показать. Она фотографии прислала. Вот посмотри. Посылка как не ножом разрезана была. Видно, повдоль, повдоль, повдоль. А теперь склеили, отдали. Ну, а что? Ну, а это вот вторая показа. Ты же маленько оттянула. И там, видать, книги не повредились. Вот она. И вот еще. Пожалуйста. Главное, что тут написано. Это Алтай. Вот, видать, где-то. А тут уже это Испания. Вот все это. Разные слова. Все. Книги дошли. Я просил людей молиться. По милости Божией. Дошло. Всех благодарю, кто принял в этом участие. Чтобы два месяца шли. И вот так вот переживали где. Это у меня впервые. Обычно так. Дошло Америка, Австралия. Там Англия. Сразу доходят. И, ну, подольше. А тут никак. Мы переживали, конечно. По-своему. И вот у меня вчера интересное событие. Они обходят следующие. Решил я опубликовать. Не все знают. Вот я спрашиваю вчера своих братьев. Вы вот это знаете, кто это? Они не знают. Ирена Сенглер. Вот давай, прочитай. Это очень полезно. Посмотрите на эту женщину. И научитесь ее. Женщина. Католичка. Ирена Сенглер. До самой смерти она жила под чужим именем. Но никогда не пожалела о том, что делала тогда. Ирина Сенглер родилась в Варшаве 15 февраля 1910 года. Ровесница моему отцу. Ее отец научил ее многим вещам. Но главный ее урок она усвоила на всю жизнь. Всегда помогает нуждающимся. Понятно. Мы их не знаем еще. Посмотри на нее. Вот она сидит. Крестик на голове. Ну, фотография давнейшая. Ясно дело. Вот она. Видно какие-то цветы у ней. Ирине было всего 7 лет, когда отец умер от тифа. Но его воспитание повлияло на всю ее жизнь. Повзрослев, она осознала, что идет по его стопам. Поскольку ее отец был доктором, Ирена стала медсестрой в отделении социальной помощи, которая представляла еду и одежду нуждающимся семьям. Когда Европа охватила антисемитские настроения, Ирена, несмотря на то, что была ярой католичкой, продолжала помогать еврейским семьям. Так же, как она помогала всем остальным. Ну, видите, как тут. Где-то тут. Я не знаю, где она тут. Но вот стоят. Вот, похоже, она стоит. Вот, может быть. Похоже, да? Вот дальше. После того, как в 1939 году Польша была оккупирована, нацисты создавали варшавское гетто, куда отправляли все еврейские семьи. Трудно представить все ужасы того времени. Ирена, пораженная невыносимыми условиями жизни гетто, решила вступить в общество помощи евреям. Когда ситуация ухудшилась, женщина поняла, что нужно принимать радикальные меры. Даже если ради этого придется рисковать своей жизнью. Ярая католичка. Я такое тоже выражение. Это первый раз встречаю. Не просто католичка, а ярая. Это что означает? То есть она крепко держала свои веры. Вместе с коллаборационистами она стала тайно помогать еврейским детям убегать из гетто, в котором их без сомнения ждала смерть. Детей отправляли в приюты или усыновляли. Хотя Ирена действовала из добрых побуждений, не все еврейские женщины были готовы отдать своих детей под опеку чужому человеку. В то время никто не мог предугадать, что ситуация ухудшится и большинство семей неизбежно погибнет в концлагерях. Я не знаю, то ли она сидит тут в машине или что тут, ну посмотрите как. Дальше. Поскольку нацисты держали гетто под строгой охраной, Ирине приходилось прибегать к различным хитростям, чтобы вывести из него детей. Чаще всего она прятала их в машинах скорой помощи, которые вывозили тяжелобольных пациентов. Но когда надзор усилился, ей пришлось прятать их в мешках, мусорных баках и даже гробах. Представь себе, под мусором заваленные дети. И всех детей больше ей всего запомнилась маленькая Ельзуния. Ирина спасла эту пятимесячную малышку, посадив в деревянную коробку, спрятанную между кирпичей. Единственная памятка, которую родители передали вместе с этим ребенком, была серебряная ложечка, которую мать спрятала в пеленках. Ирине удалось спасти более двух с половиной тысяч детей от верной гибели. Понимаете, аж волосы, говорится, поднимаются. За каждого она расплатиться могла только жизни. Всю информацию об их местонахождении она хранила в жестяной банке, спрятанной в соседском саду. Ой, какое его мировозговорение на лице, какое спокойствие. Ты ничего не скажешь. Ее план работал отлично, пока однажды немцы не раскрыли его. Ирину отправили в тюрьму, жестоко пытали. Жестоко пытали женщину. Несмотря на невыносимую боль, пытки и унижения, женщина выстояла и не выдала информацию о местонахождении детей. В конце концов, нацисты сдались и приговорили ее к смерти. Сдались. Сдались и приговорили ее к смерти. А они сдались-то, не она. Ну, судьбы были другие планы на эту женщину. Неравнодушные люди подкупили солдата, который помог ей сбежать. С тех пор и до самой смерти она жила под вымышленным именем, но никогда не переставала помогать другим. Где-то она тут есть, наверное, даже. Может быть, вот это. Ну да, наверное. После войны Ирена откопала жестянки с записями о детях и передала комитету поиска выживших евреев. Она вышла замуж, родила троих детей и жила с счастливой жизнью, зная, что сделала все правильно. Кавычки открыты. Причина, по которой я спасала детей, уходит корнями в мое детство, говорит Ирена. Я была воспитана с верой в то, что нуждающемуся человеку нужно помочь вне зависимости от его национальности или вероисповедания. В 2007 году Ирена номинировали на Нобелевскую премию мира. А год спустя, в возрасте 98 лет, женщина умерла. Она боролась за правду и справедливость. Ее вклад в мировую историю действительно неоценим. Эта медсестра с золотым сердцем доказала всему миру, что можно быть храбрым и отстаивать своим идеалам даже в самые трудные времена. Вот она уже такая. Дальше. Так, номер один. Ну ладно. Вчера я еще чем-то события дня, это события дня. Я занялся темой Исааковского собора. Вот сколько здесь цифр, какая тут появилась сейчас? Вот здесь. 72 страницы. Это 72 страницы. Исааковский собор я просто взял из интернета, прокрутить, показать четвертый, как он был. Он монолитный, просто коротко. Не каждый найдет, не у каждого такой есть. Но здесь он может найти, как это было, какого числа, какие императоры были. И вот где он расположен. Вот кое-что я выделить хочу, показать. Один храм строили. Какая высота его. 101 метр. Площадь более 4000 квадратных метров. Вот. Мне этот храм известен, я дальше скажу, почему я решил показать это. Строительство как первое. Их четыре было раза там строили-то. Делали струб, как они. Потом о проведении реставрации делали. Что при каком императоре, Екатерина, сколько людей. Там присягу. Ну все, что было тут. Все, все, все данные говорятся. Вот. Тормозните, и тогда прочитайте. Тормозните. Сажень. Это в метрах 28 сажень. Это длина в плане, ширина, южных, пилястры. Вот. Все это показано было. По облику какая была. Внешне виды. С какой целью. Какие были там поставлены. Ну, разные фигуры. Вот удар был молнией. Пожар в церкви. Вот дальше. Почему она называется Исаакиевской. Никто не знает. Это день рождения Петра Первого. И в этот день жития святого Исаакия Долматского. И там на входных дверях, тогда были одни двери открыты на вход, другие нет. Музей. И там все эти фигуры. Мне пришлось все это разъяснять, людей собирать. Третье. Вот смотрите. Кто тут был главный, когда строили. Сенат, Екатерина. Я просто промотаю, потаращу время. Вот, посмотрите. Вот. Как войну было, как попал снаряд, какая была крыша, там непромокаемая, как фундамент. Фундамент как делали. Это там написано хоть сосна, это лиственница. Как они протравили лиственницу, забивали. Вот посмотрите, сколько здесь всего было сделано. Какие планы изменились, какие росписи, с чем по золотой, какие министры участвовали, закладка какая была. Вот. А нужно ли это? Ну, я посчитал, что можно поделиться. Почему? Я сейчас в конце скажу, почему именно Исааковский, а не собор. Ну, Василия Блажена меня интересует. Храм Христа Спасителя. Проект какой. Монферран, это главный был который. Там его одна фигура есть даже. И он хотел быть похороненным в нем, но это не разрешили. И вот дальше идет. Вот его бюст. Монферран, это главный. Вы не думайте, что просто так. Это столько там труда, столько мудрости. Я строитель сам по себе. Вот. И что говорит? Затем в грунт вертикально вбивали просмоленное сосновое, не сосновое, лиственное. Диаметром каким? 26-28, длиной 6,5 метров. Забей по тем временам, когда ничего не было. Вот так. Расстояние между сваями в точности соответствовало их диаметру. Сваи забивали с земли тяжелыми щегунными бабами с помощью ворота, приводимых в движение лошадьми. Считай дальше. По каждой свае делали 10 ударов. Если после этого свая не входила в землю, то ее с разрешения смотрителя обрезали. После этого все траншеи были соединены между собой и залиты водой. Когда вода замерзла, сваи были спилены под один уровень. Рассчитаны под поверхность льда. Вот не было, а вода-то ровно стоит. Залили водой все, застыло, и теперь от нее ровно отрезали. Тоже не считал нигде. Всего под фундаментом было забито сколько? 10 762 сваи. Вообразите, сколько. Вот какие тут все, прочитайте еще. Это один собор. Так, дальше. В общей сложности сооружение фундамента заняло около пяти лет. Пяти лет. В этой работе было задействовано 125 тысяч каменщиков, плотников, кузнецов и рабочих других профессий. Одно здание. 125 тысяч. Вообразить даже невозможно. А теперь как они вырубали гранитные монолитные колонны? Вот, прочитай. Вырубка гранитных монолитов для колонн сбора велась в каменоломне Пютерлакс. Теперь как дальше пишет? Кавычка. Удивление, которое мы испытывали, когда увидели гранитные скалы, было, конечно, велико. Но оно сменилось прямо восхищением, когда позже мы любовались в первом карьере семью необработанными еще колоннами. Дальше, как это было? Как они это делали? Так, где? Вот, вот отсюда. В Пютерлаксе он применил следующий метод выломки монолитов. На ответственной гранитной скале отмельчали контур заготовки. Так, пометили. Затем по этой линии сверлили отверстия, в которые затем вставляли железные клинья. Сильные рабочие... Сильные? Именно сильные. По условному знаку одновременно били по клиньям тяжелыми кувалдами. То есть одновременно, чтобы надо ударить по всей линии. Операция повторялась несколько раз до тех пор, пока не появится трещина. В нее закладывались железные рычаги с кольцами, в которых были закреплены канаты. За каждый канат брались по 40 человек и, оттягивая их в стороны, отодвигали заготовку. Понятно. 40 человек за одну веревку тянут. В образовавшийся промежуток закладывались березовые распорки, удерживавшие монолиты в таком состоянии. Далее рабочие пробивали отверстия в заготовке и запускали в них крюча с канатами, прикрепленными к стоящим рядом воротам, с помощью которых монолит окончательно отделялся от скалы и откатывался на заранее приготовленный деревянный помост. Часто посещая ломки, Монфоран отмечал, кавычки открыты. Добывание гранитов – труд всего рода во всех иных местах не весьма обыкновенный. Встречают в России очень часто и весьма хорошо разумеют работы, возбуждающие наше удивление к произведениям древности. Здесь не что иное суть, как ежедневное дело, которому никто не удивляется. Как их транспортировали, как погрузили на баржи, как увозили. Речь-то идет, что каждая колонна, сколько она весила-то. Вот установлены какие леса, как они войлоком обматывали, не разбить. Дальше. Установка одной 17-метровой колонны весом 114 тонн занимала около 45 минут. Установка, вообрази, в то время. И вот дальше что написано, присутствовали. И дальше. Так, где? Портики какие. Толщина мраморной облицовки, сколько. Вот я сейчас покажу, чтобы каждый мог прочитать. Установка каких колонн, каких купола. Вот как все это знать. Все-все-все вымерено абсолютно точно. Диаметр наружного свода. Какая тут щебенка была. Теплоизоляция. Дальше. Золочение куполов собора в 1838-1841 годах проводилось методом огневого золочения. Парамертути. Парамертути отравились и умерли 60 мастеров. Представь, на одном здании 60 мастеров. Это вообще вообразить нельзя. Всего же в строительстве собора принял участие 400 тысяч рабочих, государственных и крепостных крестьян. Вот вообще даже не... Одно здание-то... Ну, как пирамиду фараону строили тоже там. Судя по документу того времени, около четверти из них умерло от болезней или погибло в результате несчастных случаев. То есть 100 тысяч. Даже вообразить нельзя. Я никогда этого не знал. Какое было освещение, кто был, как и теперь показывать, какие эти портики разные. Теперь какие были... Ну, все-то, внешние виды. И теперь высота собора 111,5 метров. Ширина 97. Купол зданий украшает. Монолитных 112 колонн разных размеров. Как облицовка. Вот так. Интересно, говорит, а почему так долго делали? А потому что, говорит, было откровение Монферрану. Как только закончишь, в это время и умрешь сразу. И Монферран умер практически сразу после освещения собора. Но желание архитектора быть погребенным в собственном творении было отказано. Отказано. И главное что? Ну, он чем больше тянул, тем дольше не умирал. Я такая легенда, говорит, пошла. Вот северный фасад какой-то был. Рельеф фронтона. Я это все видел. Все. И дальше я скажу, для чего на углах. Тут какие колонны, какие евангелисты. Ну, и дальше просто уже проникнуть все. Быстро прокручу. Можете посмотреть, какие именно. Даже прокрутить-то невозможно быстро. Ну, это сами найдете. Сколько? Следы одного из 148 478 снарядов, выпущенных немецкими войсками по Ленинграду в 1941-1944 годах. Во время... Ну, попали, где, как, что, где было директора музея. Какие были настоятели с самого первого дня. Все священники, протопопы. И вот все это указано. Ну, сведения очень большие. Вот я это вчера посмотрел, все. Исаакиевский собор. А для чего это вы показываете? Я знаю, как это будет. Ну, не все знают, во-первых. А во-вторых, кто может сказать, что в этом храме проповедовал в советское время? Вот я один вопрос ставлю. Вопрос. Вы же жили в Ленинграде. Где вы были в это время? Мне пришлось проповедовать несколько часов. И очень просто. Ну, посетили, зашли. А там четыре группы идут. Храм-то большой. Музей тогда был. И идут там группы, которым гиды объясняют. Ну, я подошел к центральному, где храму написано. Поднимите врата верхи ваши, войдет царь славы. И она стоит, молоденькая совсем. И объясняет это, понимаете, что? Это на Пасху. Священник. Такие у него красивые ризы. И он заходит, и там ничего не состыковывается. А люди стоят, слушают. Я говорю, нет, это не так. Это означает, Христос воскрес, речь идет о воскресении. А Христос нигде не кланяется. И теперь он, когда выходит, то образно, врата вверх, Христос выше их в славе своей оказался. И говорит, поднимите вверх, чтобы царь слава вошел-то. Она говорит, ну тогда вы рассказывайте. Это тоже редкий случай. Но дальше я стал говорить. Все четыре группы столкнулись вместе. Там продают билеты. Люди заходят, а выходить никто не выходит. Обычно как прошли, там, ну что смотреть-то, стены-то. Ну и на выход, и все. Здесь забились, как, говорит, селедка в бочке-то. Билеты продают, а люди зайти не могут. А что это такое? Они когда зашли, они этого не видели никогда. Полностью забитый весь Исаакиевский собор. Понимаете? Это Бог делает так. Тогда она подошла ко мне и говорит, знаете, вы пройдите туда на выход, чтобы людей выпустить. Билеты-то не продают, иначе тут неприятность будет. Ну я тогда вышел туда, и народ сразу весь освободился, весь храм. Я стал проповедовать с той стороны. Рассказывать иконы, что означает. Вот говорят, вот вы говорите о себе. Что интересно, а как говорить-то? Я и говорю, благодать Божия побудила приехать меня из Барнаула в Ленинград. Ленинград тогда еще назывался. И вот так вот свидетельствовать о Боге. И я спрашиваю, у кого было такое? А если этого не было, ну так и скажите, не было. Может слышали, чтобы в советское время вот так было. Такое же у меня было в Эрмитаже. Такое же было в соборе Василия Блаженного на Красной площади. Такое же было в Третьяковской галерее. То есть в самых больших галерей где-то. Так же забивали, милиция не может даже пройти. Эти-то, которые выходят, говорят, они даже сегодня рта не раскроют. А я знаю, что такое миссия. Это не то, что миссионерские отделы фальшивые создавать. Ну и показать, какие у нас есть ресурсы. Это вот мой мир. Вот сюда можно заходить, тут и писать. Я не знаю, это вчера, что вот тут Василий. Собрание стоит. Ишь, попал куда-то Василий. Сейчас посмотрю, что тут выставилось. Занятия по скайпу. И больше пока ничего нету. Не прошло. Дальше у нас есть мой... Это во свете Библии, открытым оком, форум. Форум большой. Тысяча шестьсот две темы. Заходите сюда. Здесь такие вопросы отвечали. С фотографиями, с видео, все. Ну и наш видеоканал. Это канал очень большой, видеоканал очень большой. Вот я сейчас толкнул на обновление. Посмотреть, сколько посетило людей. Ну вот это сколько? Шестьдесят восемь за один час. Для нас это уже цифра нормальная. Ну тут все занятия по скайпу два. Занятия по скайпу полтора часа идут. Здесь полчаса. Какие дела угодны Богу. Как разбить таланты. Уже шестьдесят пять посетило. Дальше и Деяния апостолов. Толкование Нового Завета выставляем уже. Вышел восьмой номер. И События дня. События дня. Сорок восемь. То есть на несколько часов. Вот пока мы говорили, кто-то зашел. Я нажимаю. Посмотрим. Если ругается, я быстро закрою. Матеряться заходит. Видите талков. Ага. Ну тут как будто бы без матерков обошлось. Что он тут пишет? Ну вот умрем, увидим, будут ли там баптисты. Вот он что, значит, пять минут назад зашел. Умрем, увидим. Почему все неграмотно и так пишут-то? Даже здесь-то не видите ошибки свои. Будут ли они там? Это Бог знает, будет небо. Но они вне церкви. Церковь там, где есть рукоположенная. Покерутония от апостольских времен неразрывна. Вот. Спаслись тогда. Протестанты спаситесь. Бог спасает. Про это я не знаю. Я знаю только, что протестантизм вне церкви. А вне церкви нет спасения. Ну тут понятно, что не спасутся. Я этого не говорил. Бог только спасает. За Бога, как сказать. Вот тут вот она пишет, что пишет. Вот. И Инна Тучкова, которая. Да. А если, Игнат Тихонович, вы дай Бог спасетесь, или вы дай Бог спасаетесь, попадаете на небо, и там увидите баптистов или пятидесятников и других, у которых не было рукоположенного священства, то что тогда? Да ничего тогда. А что тогда? Ну тогда все еретики, тогда слово Божие неверное. Неверно. Не то проповедуете, да анафема, анафема. Ну кого анафема, все они будут в раю. Что тогда? Церковь никогда так не понимала. Еретики не имеют отношения ни к земному, ни к небесному царству. Я говорю не о бьересе, о котором правильно все понимали. Ведь по вашим словам, они не в церкви. Как же спасались тогда? А как вы узнали, что они спасались-то? Откуда? Вы еще суда Божьей не дождались? Я не говорю спасается, нет, но я знаю, еретиков там не будет. Это точно. Дальше. Вот ответьте, могут ли протестанты спастись или нет? Если слышали о истине и не приняли, ни о каком спасении речи нет. Вне церкви нет спасения. Твердо запомнил. Откуда это известно? Ну, 247, Деяния апостолов. Там много есть. 14 там, главе Деяния апостолов тоже. Ну и вот здесь что-то тоже. Я его уберу. Потому что так вот. Что тут еще у нас? Ну, это ничего нет. Я показал. Вот это надо показать. Еще у нас большой ресурс во свете Библии. Это православный библейский сайт. Очень богатый. И вот здесь вопросы и ответы. Мы сейчас кое-что затронем из вопросов-ответов. Вот. Сколько у нас сегодня здесь просмотров? 4 миллиона 731 тысяча 346. Ну и подписчики есть. 5 тысяч 591. Каждый день добавляется. Конечно, мизерно по сравнению с другими. Ну, у нас постоянные посетители. Здесь. И вот здесь сейчас и мы посмотрим. Так, подожди-ка, я сейчас гляну. Сколько у нас по времени здесь и скоро. Ну, не успевая сегодня. Много времени заняли там, считали. Ну, один вопрос можем просчитать. Один. Всего только один. Вот у нас мы начали с какое? С рождения. 43-я папочка. Я открываю ее. И вот здесь по вопросу отвечаем. Ну, один ответим. Вот здесь я нажимаю на него. Он открывается. Я его выделяю. Ctrl-S копирую. Снова открываю. Страницу в Word. Сюда. Теперь Ctrl-A выделяю. И даю ей больший размер. 20. И начинаем считать. Один вопрос. Один единственный вопрос. И скажите, отвечает сегодня кто-нибудь православный или кто так? Вопрос 2700-й. 12-й том открытым оком. Вопрос Кегла. Я думал, что после ваших отзывов на разные интервью и ответы на задаваемые вопросы Юрасову, Козлову, Кириллу, Патриарху Алексию, при рассмотрении ответов на вопросы, задаваемые Андриану, старообрядческому митрополиту, он будет лучше выглядеть. А получается, что и у него то же самое. Ответы его так мало согласуются с написанным в Библии, а он гнет и гнет на свою сторону, что у него, где все хорошо, переходите сюда. Так есть ли надежда, что будут изменения в православии? Или так и закончится все на преданиях, на традициях и на заумничанье? Никаких признаков нету. Совершенно нету. По храмам я знаком, ездил очень много, проехал, ну от Владивостока до Лиссабона, наверное, знаю это. И от юга до севера все это проходили. Редко кто столько ходил. Это не заочно знаем. Ответ. Нет никакой надежды и даже не предвидится, потому что нет живого обращения ко Христу. Когда говоришь о рождении свыше, они все как один толкуют о крещении в воде, о механическом действии. Роковую роль играет детское крещение, которое по смыслу предполагается, да и должно быть, быть входом в церковь. А на деле получается одна проформа и пустой звук. Личной встречи со Христом нет, и душа не воспламенилась в любови к Слову Его. К святой и вечной Библии. И сколько бы ни говорил о необходимости пересмотреть эти вопросы, на тебя только злобятся. Разве Андриан не знает, что самое злобное это его паства? Что в старое обрячестве, вековая вражда, буквально дымится. Это народ, в котором намертво отсутствует юмор. Если нет легкого, оживляющего юмора, тогда остается злопомнение без разрядки. Кавычки открыты. После 15-летнего застойного периода правления покойного митрополита Олимпия Гусева, парадоксальным образом совпавшего с периодом перестройки и ломки всей российской жизни, во главе РПСЦ стал человек молодой. 53-летний, образованный выпускник авиационного института и деятельный, исколесивший за полгода пол-России. Приход владыки Андриана к власти кое-кто был склонен объявить переворотом, в кавычках. Епископом Казанско-Вятским он стал всего за 2,5 года до своего избрания первоиерархом. И многие в Рогожском поселке подозревали его подсиживание Олимпия. Но на выборах за Андриана проголосовало подавляющее большинство. Всю весну, лето и начало осени митрополит Андриан ездил по епархиям от Одессы до Дальнего Востока. Не только ознакомясь с положением дел, но и разъясняя пастве, необходимость и смысл реформ. Которые давно назрели в РПСЦ, и которым теперь он посвятил большую часть своего доклада на Священном Соборе. Андриан говорил о банкротстве, которое потерпел РПСЦ на новом этапе русской истории. Кавычки открыты. Старообрядцы пока еще не привыкли проявлять свою духовную активность во внешнем мире, сказал митрополит. Удовлетворяясь тем, что государство наконец оставило их в покое. Такие настроения ведут к самоизоляции, ослаблению и вырождению. Понимаете, он когда говорил это, я ответ дал, его обязательно уберут, его убьют. И вдруг внезапно умирает. В том, что сегодня старообрядцы страшно далеки от народа, выделено, по мнению главы РПСЦ, вина их самих, а не чья-либо еще. Будет обидно, если этот шанс они упустят. Митрополит Андриан, похоже, готов свой уникальный шанс не упустить. Это они, он пишет. Полгода прослужил дьяконом, год священником, два года в епископском сане. А вскоре со изволением Божьим меня избрали на московский первосвятительский престол. Второзаконие 28.2 И придут от тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Причина какая? Если будешь слушать гласа Господа Бога. Исайя 8.20 Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят какое-то слово, то нет в них света. Вот теперь напиши, чтобы закрепить это старое брящество. Или Андриан может. Слава Иисусу Христу! Ну вот и все. На этом конец, а то длинный будет. Слава Иисусу Христу!